Вопрос 3 у нас поступил от Ольги про сайт PenFriends. Значит, вопрос следующий. По использованию сайта PenFriends, как активно идет переписка сейчас, в период карантина в школах по всему миру? Какие возникали трудности и как решались, обменивались ли личными имейлами со школы, чтобы ускорить процесс? При всей моей любви к Кембридж, при всей моем уважении к Кембридж, это единственное, по-моему, что у них не работает. Это PenFriends. Здесь я понимаю, что вины Кембриджа нет совершенно, но уже сколько лет существует этот веб-сайт, сколько лет там существуем мы, никогда не получалось ни с кем ничего переписываться через PenFriends. Возможно, из-за ограниченного функционала, что там только кардс можно, открыточки друг к другу пересылать, посылать. Возможно, что у школ, я не знаю, меняются там вкусы, интересы, имейл-адреса учителя, я не знаю почему. Но никогда, никогда, никогда у меня через PenFriends не получалось заводить переписку. Но, тем не менее, ежегодно у нас новые друзья по переписке из разных стран. В позапрошлом году у меня была Франция и Америка. В прошлом году у нас была Бразилия и, по-моему, Бельгия. В этом году у нас Румыния и что-то еще, еще, еще там, да. То есть Испания есть, да. Каждый раз это разные страны, каждый раз это новые учителя. И отлично все получается с PenFriends, да. Значит, что для этого нужно? Опять же, это чисто мой совет, да. Не ответ, это мой совет. У меня есть шаблон письма. Здравствуйте, я такая-то, такая-то. У меня школа такая-то, такая-то. У меня столько-то деток такого возраста, такого-то уровня. И мы бы очень хотели с вашими детьми попереписываться для того, чтобы попрактиковать наш English, exchange, там, experiences, да, customs, traditions и все такое. И летом на море, там, где вы отдыхаете, я не знаю. Я сидела и в Facebook, и только Facebook у меня работает в этом плане, да. Каждому учителю, которого я знаю, познакомилась там в течение года, отслеживалась на форумах, да. Сижу и посылаю. Это занимает у меня, в принципе, где-то 2-3 бессонные ночи. Пишу очень большому количеству человек. Может быть, человек 60, 80. И всегда, всегда, всегда получаю ответ. То есть, всегда найдутся такие же freak, как я, которые ответят, которым это интересно. И с которыми обязательно что-то получится, да. Вот. Это вот мой способ, который работает. Facebook, конечно, можно сказать, что это rubbish такой, где много-много вообще всяких разных групп. Мне очень нравятся группы класс-дужу-менеджерс, класс-дужу-тичерс, различные, как бы, форумы, где можно полистать, напечатать. То есть, ну, я во многих, если вы зайдете в мою группу на Facebook, на мою страничку на Facebook, вы увидите группы, в которых я есть. Я, в принципе, вообще в течение года этим Facebook не пользуюсь, только летом, когда мне надо найти новых penfriends, в принципе, да. И всегда, говорю, получается, всегда только кто-то откликнется. Но главное, говорю, имейте этот шаблончик, copy-paste, copy-paste, и обязательно кого-нибудь найдете. И это работает, как бы, очень хорошо. Дальше. Так, Лена, вижу ваш вопрос по пособиям для учеников начальных классов. Хорошо. Так, кембриджские пособия. Записываю себе, он будет девятым сегодня. Для началки. Второй момент, который тоже я делаю в течение года. Да, я же участвую на многих различных конференциях, не только в качестве спикера, но и в качестве участника, да. Тоже я замечаю каких-то там людей нерусских и пишу им сразу. Вообще знакомлюсь, пишу им сразу. И тоже так в течение года какие-то знакомства у нас получаются. То есть секрет моей успешной, уже не первый год мы это ведем, penfriends, сколько я помню, столько у нас есть penfriends. Это первое, фейсбук, определенные сайты, определенные учителя, пишешь всем и ждешь ответы, да. И второе, это участие в международных конференциях, различных онлайн конференциях, естественно, сейчас. И ждем тоже ответа, то есть знакомимся, заводим знакомства и что-то, да, обязательно получится. Как правило, это два раза в год обмен письмами происходит. Потому что, например, в той же Бразилии, в той же Испании, у них же все наоборот, лето у них в Новый год. И все такое, да, и далеко не всегда у нас получается один совпадение по учебному году. Вот, поэтому, в принципе, два раза в год у нас переписка случается. Первый раз осенью, где-то вот в октябре туда-сюда мы обмениваемся, да, и потом вот февраль-марк. Сейчас мы ждем, вот второй этап у нас должен быть переписки. Ну, этого более чем достаточно. Тут уже, как вы договоритесь с учителем, будет это онлайн через имейл. Ни в коем случае мы детей не совмещаем вместе, ни в коем случае, чтобы, опять же, privacy, да, соблюдаем. Это все через преподавателя, все через наши рабочие, как бы, имейлы. С кем-то мы вот просто сканируем наши написанные письма и отсылаем. Также нам пришли через имейл, мы их распечатали деткам красивый цветной принтер, как бы, и раздали, соответственно, да. Вот, а с кем-то прям по почте мы пересылаем. Это тоже здорово, это тоже другие свои, как бы, ощущения, правда. Вот, оплачиваем это мы, с детей я копейки не беру, оплачиваем администрация, как бы, мы сами. Вот, и всегда это большое-большое удовольствие, как бы, конечно, для детей. Вот, а с подростками у нас иногда получается делать тоже в Zoom Skype встречи, иногда. Потому что, опять же, не совпадает время. То есть, то время, когда ко мне дети приходят, у них уже там раннее утро или поздняя ночь в странах, да. Поэтому, вот, видео у нас не всегда совпадает, но, в принципе, PenFriends, их цель больше попрактиковать writing. Да, communication skill writing. Вот такой вот у нас, вот такой у нас опыт хороший. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон»